Это великолепно! Лучшее шоу! Иркутск! Респект! Вот далеко не полный список эпитетов, которыми зрители наградили церемонию открытия чемпионата. Действительно, от шоу-барабанщиц до игры с звуком и светом. Такое в керлинге увидишь нечасто. Кроме официальных лиц, в нем приняли участие и почетные гости. Например, знаменитая Галина Арсенькина. Масштаб грандиозный, самого сооружения, все организации, лед, картинка, все здорово. А пока к самим играм. И они начались с регистрации участников. Как и ожидалось, на чемпионат России в Иркутск приехали лучшие смешанные команды страны. От Калининграда до Владивостока. Все приехали, все замечательно. Нам уже показали Байкал. Все спортсмены посмотрели на это, конечно, замечательное озеро. Поэтому очень спасибо организаторам. Команды готовы вступить в упорную борьбу. Игры должны быть очень интересными. Поэтому мы с удовольствием будем ждать иркутских зрителей. Жеребьевка была прозрачной. Двух главных призеров прошлого турнира развели по группам. Каким именно, это уже решали сами команды. Вытаскивали бумажки из обычной небольшой вазочки. В итоге чемпионы Московская область-1 попали в А. Довольны ли чемпионы прошлого года жеребьевкой нынешнего чемпионата? Да, жеребьевка прошла. Удачно для нас. А что для вас было важно? С кем попасть в группу, с кем не попасть? Нет, таких особых предпочтений не было. Вы просто чемпион. Да, да. А сложно будет доказывать? Конечно. И это случилось уже в первом туре. В упорной борьбе, которую показывали в прямом эфире, команда Михаила Васькова уступила соседям из столицы в лице Тимофея Насонова. Неожиданно? Да. Смертельно? Нет. Медведь на тренерской трибуне. Такая деталь, пожалуй, очень мила. Но этот талисман кемеровчанам не помог. И они были просто разгромлены комсомолом 2. 9-1 в пользу хозяев. Что за мишка у вас висит? Как талисман? Да, это наш талисман. Зовут его Валера. Вот. Пока Валера не очень помогает? Ну, пока что да. За Кузбасс играют ребятишки, еще молодые, неопытные. Но я думаю, что это их первый старт. Они будут сейчас набираться опыта. И впоследствии, через пару-тройку лет, навяжут нам большую конкуренцию. Но еще больший счет зафиксировали в матче Новосибирска и Приморья. 11-1. Такое случается нечасто. Большие цифры зафиксировали и в матче второго Санкт-Петербурга и симпатичной команды из Томска. 9-2. Мы победили, наверное, за счет своего настроения, опыта. Просто хорошо играли, достаточно расслабленно, получали удовольствие. Дальше на площадку вышли представители группы «Б». И тут снова не повезло сборной Московской области. Вторая команда этого региона проиграла в упорной борьбе. Чуть было не совершив камбэк. Но все-таки проиграла хозяевам первому комсомолу 6-8. По-моему, заставили понервничать, как минимум, тренера. Ну да, немного ошибки не вовремя допустили. И из-за этого ситуация стала равной. Счет сравнялся и пришлось, так скажем, немного собираться. Возможно, чуть расслабились, решили, что уже выиграли. И чуть-чуть, так скажем, не получилось. В игре первого Питера и Красноярска было поначалу нервно. Но затем более опытные Красиков и компания склонили чашу весов в свою пользу. Мы смогли это сделать, скажет за кадром после игры Михаил. И 9-6 в его пользу тому подтверждение. Краснодарский край в своей, пожалуй, одной из самых красивых форм на турнире разобрался с Новосибирском 7-4. Здесь, что интересно, судьей в поле была Валерия Денисенко. Действующий игрок теперь пробует себя и в роли арбитра. Получается, наш дневник постарается сделать интервью и узнать, зачем иркутской комсомолке это надо. Есть, есть первый бросок Калининграда на Байкальской земле. Было даже и первое очко. И команда Алиса Мирошниченко повела в матчи против Ярославля. Запись этой битвы можно посмотреть на нашем канале. И будет, что обсудить. Игра была жаркой, интересной, но, как всегда, дружелюбной. Упустив шанс в последних бросках, гости из Янтарного края не смогли одержать Викторию. А Тележкин победил. Впрочем, это только начало чемпионата, который, пускай пока стуча по дереву, уже начинают называть одним из лучших. А что вы хотели? Иркутск он такой. Он постарается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok